Здравствуйте, меня зовут Максим, я работаю в компании Францетелеком и в последнее время одна из моих основных обязанностей это строительство систем телефонов на базе FreeSwitch. Я не работаю прям с Highload системами, но в частности в моем опыте переезд с сервиса Астериск, Астериск Realtime на FreeSwitch плюс XMLCURL модуль ну и поднятие звонков в пике с 250 максимум до 400, вот видел, наверное, единовременно в смысле. Я в принципе не являюсь фейтером Астериска, но так получилось, что FreeSwitch мне больше по руке пришелся после вынужденного с ним знакомства и стараюсь пользоваться им. И сейчас немножко расскажу вам про него, как с ним начать работать и основные базовые вещи. Так, на экране вы можете видеть структуру конфига FreeSwitch'а. Мы будем говорить исключительно о установленной из пакета ванильной конфигурации, идущей с FreeSwitch'ом, просто потому что ее можно достаточно сильно перекрыть под себя. Тут времени уже не хватит на это. Значит. FreeSwitch Preusion? Чистый. Чистый. Так, значит, в отличие от Астериска, FreeSwitch, в принципе, конфигурируется из одного файла FreeSwitch.xml, но есть нюансы. Для удобства пользователя, администратора, файл разбивается на подпапки, подфайлы и инклюдится. Так, а препроцессор FreeSwitch'а уже сам собирает и генерирует файл. Итоговый файл можно увидеть по адресу var.log. Вот этот файлик FreeSwitch.xml, это уже итоговый собранный, если требуется... Так, акабаранты, открыли. Ну. Отвлекли меня с файлами, я забыл настроить. Сейчас, одну минуточку. Прошу прощения. Так. Ну, в общем, сам по себе этот итоговый файл нам сейчас не понадобится, но суть в том, что можно посмотреть, во что развернулись в итоге те файлы, которые вы создали. Так, значит, первыми подключается var.xml файл, который содержит в себе, идеологически должен содержать в себе глобальные переменные, которые идут из коробки, которые вы захотите создать. Ну, и желательно создавать их там, чтобы не разносить, не искать потом по всему конфигу. Следом подключается папка autoload.confx, все ее содержимое. Там содержатся конфиги всех модулей FreeSwitch, как таковые. Подключается все по алфавиту. Поэтому, если вы создаете какие-то свои конфиги, рекомендуется именовать их, соответственно, 0.1, 0.2, начиная, по примеру. Из autoload.confx файл софия.conf это конфигуратор SIP-стека FreeSwitch'а. То есть все, в принципе, напрямую связанное с SIP-ом конфигурируется через этот файл и через то, что он инклюидит в себя. Инклюидит он в себя в профиле, про который расскажу вам позже. Транки, гиты в терминологии FreeSwitch'а, ну и так далее. Дальше подключаются пользователи, делал план, и папка LENG это для работы с голосовыми сообщениями. Она, в частности, задействована в VVR активно. Так, дальше. Значит, точкой входа является файлик... 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 фрисвитч xml... да, блин... так, хорошо видно? видно. так, ну вот тут виден порядок подключения... vars, autoload, config, делал план... чат-план, директории... ну и дальше... голосовые всякие файлики... начало... vars... xml... очень... важная вещь... это... пример... создание глобальной переменной... специально для мастер-класса... дефолтный пароль... для всех... юзеров... в комплекте... из коробки сразу 20... профилей для подключения телефонов, юзеров, с автофонов там... все идут с одним дефолтным паролем 1, 2, 3, 4... при свече ненавязчиво вас... попросит этот пароль сменить при каждом звонке, ставя ваш диал-план на паузу на 10 секунд... ну, из коробки, естественно... все это... конфигуруется в диал-плане... так... из важных вещей... имя домена по умолчанию... одной из... фич... при свече интересных является... его мультидоменность... возможность... завести несколько изолированных друг от друга инстансов... с пользователями... которые, в принципе, друг другу доступа, если вы не разрешили, не имеют... то есть... несколько ваших клиентов хостятся у вас... на одной инсталляции FreeSwitch'а, изолированных друг от друга... но... overhead минимален... так... из... так... из интересных... важных переменных... здесь же конфигурируется глобальный порядок конфигов... его можно переназначить для каждого профиля... сиповского... глобально он конфигурируется здесь... также здесь конфигурируются такие важные вещи, как... внешний адрес... external IP... смысл имеет тот же самый, что в астериске... то есть ваш внешний адрес... которым... представляться при... общении через NAT... по умолчанию... он... берется со стан сервера FreeSwitch'а... поэтому... у вас могут возникнуть проблемы, особенно если вы в локалке у себя тестируете... обязательно обратите внимание на этот... параметр... иначе можно... долго не понимать, почему... почему пакеты... идут со странным внешним адресом... это же именно RTP... это RTP... вот аналогичный... сиповский адрес... здесь они задаются раздельно... дефолтные... ColorID и ColorName... которые FreeSwitch подставляет, если вы не переназначили где-нибудь... в диал плане или... в профиле... порты, которые биндят астериск... о... Фрисвич... своими профилями... Internal SIP порт 5060... на который мы все привыкли как дефолтному... и... внешний порт 5080... я чуть позже... в принципе скоро объясню... что такое профили... ну вообще вкратце... Internal профиль для... идеологически предназначен для работы с... вашими пользователями... с их регистрациями входящими... а External для приема... внешних звонков и для отправки звонков через... него... так... ну в принципе из... важных интересных переменных глобальных есть все... значит... еще из важного... автолоат конфикс у нас... switch... так... switch... 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 в принципе тут... самое важное... это... что вам может понадобиться... это настройка RTP портов... из коробки... значит... диапазон портов... от 16... 384... до 32... 768... если надо... раскомментируете... правите... задаете нужный... вам диапазон... хранение конфигурации в базах банок... возможно... да... возможно... если кратко... из самых удобных известных мне способов... это... от Lua... некий аналог... аги... астериски... modxml... curl... один из моих любимейших модулей... который... я расскажу про него позднее... в принципе... но... хттп запрос при свеча... через этот модуль... идет к указанному вами серверу... и вы отдаете ему шаблон диал плана... конфигурации... и... секции директории... которая... ну... суть юзера... вот... у него есть внутренняя база данных... но... я честно говоря... не готов про него рассказать... как бы... нейроснован она... к вопросу... поскольку... поскольку... я так вот... в краем глаза видел... в принципе... все вот эти вот настройки... он также... в крайне в подвиси... в принципе... если... подключиться к нему... то... что это... обычно... фьюжн... да... он создает... у него получается две базы... фрисвичевая... и звезды еще фьюжн... просто там... через бутморду... можно посмотреть... кому-то... фьюжн... насколько я знаю... работает... старается через мод... как раз... то есть... подтягивает... настроек... да... чтение оттуда... фрисвичом... в том плане... что... править базу... и... да... ну так-то он ясно... понятно... где-то... хранит настройки... которые он... читал и применил... я не уверен... что внутреннюю базу... можно править на лету... и фрисвич будет это подтягивать... выйдет курс... ну... это немножко не про то... я устроился работать... мне сказали у нас тут... телефонию на фрисвич... настраивать... понравилось... ха-ха-ха... мы сейчас плакали... кололись... ну... я поплакал... покололся... а потом в итоге... распробовал... нормально... так... значит... применение настроек... так... консоль фрисвича... fs подчеркивание... кли... применение настроек... это... Reload XML... алло... не быстро... да... не быстро... ну да... я привык к ssd... применение... стартует... фрисвич... существенно дольше... чем... фрисвич... Астериск это прям ощущается, ну не так, что прям он там несколько минут, но если астериск стартует, допустим, из коробки, сколько, секунды 3-4, ну может 10, зависит, конечно, от мощности диска в основном, то пресвитч будет стартовать сразу в 3-4 дольше, потому что как раз при процессе вот это вот все собирается, загружается, все это дольше. Но на равной мощности тесты говорят, что работает, кстати, фресвитч быстрее, он больше может держать звонков. Так, значит, Reload XML, есть еще Reload ACL, из нужных вам, про ACL я позже расскажу. Зачем я его ввел? Ну ладно. Ну я просто показываю. Он показывает, какие, кстати, ничего в ACL я не правил, это все из коробки. Еще, ну из таких полезных команд, это статус. То, что во многом у астериста выводится само по себе, ну в смысле в шапке при старте, статус, оттайм там, количество обработанных сессий со времени старта, текущее, пиковое значение там, среднее и количество максимальных, кстати, из коробки идет 1000. Я, кстати, не помню, в каком конфиге это отправится, либо в Sofia, либо в Switch. Конфиг с AMI. Так. Немножко параллелей с астеристом, перед тем, как я начну все это рассказывать дальше. Значит, у Switch есть, естественно, документация, конфиг, вики, достаточно подробная вещь, не без косяков, но, в принципе, хватает. Значит, страничка Rosetta Stone, вы можете с ней потом самостоятельно ознакомиться, предназначена как раз для проведения параллелей с астеристом. Сопоставления небольшие. Значит, Extensions.com, это у нас DLplan. Вообще, в принципе, все, что содержится в папке DLplan. Он автолоадер, что подгружает оттуда, поэтому, ну, основное у нас рассматриваться будет дефолт XML, паблик XML, мастер-класс XML специально для наглядности мы подготовлены. Logger.conf у нас аналогами идут мод-консоль, мод-сис-лог. Естественно, все модули настраиваются через автолоад конфиг, их конфиг-файлы. Ртп-конф я вам показывал, свитч-конф. Аналогом сип-конф является секция директорий и все ее содержимое. Ну, voice mail-to-voice mail. Что такое за пата, я, честно говоря, не знаю, никогда не сталкивался. Плата потока. Что? Плата аналог. Везучий я человек. Ну, и реалтайм. На ваш вопрос я, в принципе, отвечал. Это модекс ML-curl. Еще есть мод LDAP, им я тоже не пользовался. Ну и смысла особого не вижу. При наличии модекса ML-curl можно все это делать гораздо более удобно. Ну, сопоставление всего этого, конечно, засчитывать не стоит. Аналогом EMI является мод-эвент-сокет. Собственно, FS-кли работает поверх мод-эвент-сокета. Является его ярчайшим примером применения, так сказать. Ну, X выполнить команду и так далее. Так. Ну-ка, АДИ чего? Что? А, вот АДИ. Аналог АДИ? Это... Эвент-сокет, сокет-аутбаунд. Вообще, я... АМИ, АДИ. Не совсем. АДИ это же запуск какого-то скрипта. Для меня АМИ это ТОНЕТ-образный интерфейс, в котором можно отправлять команду, партить ответ и подписываться на события. А, возможно, я что-то путаю. Я понимаю, как это шифровывается, я про то, как это работает. Хорошо, я как сказал. Нет, я не говорю, что это не заказает, просто скажите, как это работает. Хорошо, теперь АГИ. И правильно ли я понимаю, для меня АГИ это запуск какого-либо скрипта, ну, вообще, чего-либо, чему передается управление, делал плана мастеристы. Абсолютно верно. Но, так. То есть, это запуск скрипта, какого-либо, которому передается управление делал плана. EventSocketOutbound работает похожим образом, хотя тут скорее должен мод Lua как раз идти, также мод Python, и у них есть еще аналоги. EventSocketOutbound я не рассмотрел, сейчас кратко расскажу. Ну, почти так же, как стазис, то есть, вы просто пишете socket connect в делал плане и указываете, к чему подключиться. Он подключается, туда передает канальные переменные, вы можете ему оттуда отвечать. Так, ну, часть этого я буду рассказывать позднее, поэтому с Rosetta Stone вы можете ознакомиться позже самостоятельно. Так, теперь расскажу, что такое профили. В отличие от Астериска, фрисвич может биндить со своими уникальными, в принципе, правилами несколько... Так, не так, значит, СИП-стэк фрисвича основан на еще одной киевской библиотеке София СИП. Реализовано все таким образом, что фрисвич может и практикует биндить несколько разных портов под СИП, несколько разных адресов, то есть из короб... Ну, да, кто-нибудь вешал несколько Астерисков на одну машину? Пикаси? Пикаси. Ну, Пикаси научился. Фрисвич-то умеет уже много лет, в принципе. Астериски в чем там делали? Что? Ну, их приходится запускать несколько. Если такое по какой-то причине требуется. Так, из коробки их идет. Два, я уже упоминал, это интернал и экстернал. Интернал предназначен для... Так, находятся они в папке СИП-профайлс. Ну, еще у них есть IPv6-клон, их мы рассматривать не будем. Значит, интернал идеологически предназначен для того, чтобы работать с вашими пользователями, принимать их регистрации, внутренние звонки, ну и звонки на пользователей внешние перенаправляются тоже через интернал. Экстернал идеологически рассматривается как внешний профиль, порт 5080, через него принято отправлять звонки, принимать звонки, внешние от провайдеров. Через него уже настраиваются гейтвей, транки, но никто не мешает вам все это переназначить как вам удобно. В принципе, вы можете пользоваться и одним профилем, если вам не нужно несколько. Скажите мой вопрос, поддержка НАТО в обоих профилях одинаково реализована или в интернал нет? Абсолютно одинаково. Профили, в принципе, одними и теми же механизмами пользуются, просто они немножко по-разному из коробки настроены. То есть интернал у нас клиенты могут быть за НАТО в интернете? Ну да. Так. Он интернал не в том плане, что для локалки используется, а в том плане, что для своих клиентов. Да. Так. Для каждого профиля можно указать, какие домены для мультидоменности на нем могут регистрироваться. Из важных, интересных, нужных, переменных, значит, контекст, который используется для принятых этим доменом звонков. Из коробки вообще у обоих профилей идет паблик. Я переназначил интернал на мастер-класс для наглядности. В какой контекст попадет, задается в нескольких местах. Я позднее про это расскажу подробнее. То есть вот это не является высшей инстанцией, так сказать. Это скорее значение по умолчанию. Сиппорт. Задается глобальной переменной. Кстати, глобальных переменных. Вы все это можете переназначить. И я очень рекомендую, когда вы задаете виндинг конкретного адреса какого-то порта, задавать это не внутри профиля, просто написав 50-60, а если вас не устраивает вот эта глобальная перемена, переназначить ее или создать свою, использовать так, мало ли где вам в дальнейшем понадобится это использовать. Тип диал-плана XAML. Вообще, FreeSwitch поддерживает, мне кажется, три типа диал-плана. LDAP, MOTLDAP. Свой вот XAML родной и астерисковский синтез. Ничем, кроме XAML, я не пользовался, потому что, ну, сомнительные такие эксперименты в проде, но кто желает, может воспользоваться. Для каждого профиля можно, опять же, отдельно задать приоритет кодеков, переназначить глобальную переменную для всех, создать свою, задать прямо здесь, как вам удобно. Откуда пойдет РТП, с какого адреса, соответственно, интерфейса SIP. Ну и, соответственно, вот этой переменной задается адрес, который он будет биндить для этого профиля. То есть, если у вас несколько IP-адресов, вот эта переменная инициализируется по умолчанию самим FreeSwitchом, в нее подставляется значение, его можно узнать из консоли, например. Например, если у вас несколько IPv4-адресов в системе, лучше эту переменную задать ручками. Потому что FreeSwitch может, если у вас какой-то интерфейс загрузился позже, то раньше был его адрес, а при следующей перезагрузке будет другой. Следите за этим. В принципе, вы можете задать здесь 4.0, и он будет биндить все адреса с этим портом. Еще интересно. Recording div для записи. Для каждого профиля, опять же, можно задать отдельно. И, кстати, о NAT-е. То есть, опять же, у каждого интерфейса может быть свой NAT. Как вам удобно. Так, RTP-timeout. Это если у нас RTP от клиента отвалился, а бай не пришел. Количество профилей влияет на предварительность? Хороший вопрос. Я не тестил. Никак не влияет в тече способов прижимить вас. Часто у вас, когда вы засуете. Ну, как не влияет? Он ведь создает все-таки экземпляр Софии, наверное, отдельно. Я вам слышал. Влияет в тече разговоров. В отличие количества полезных на землю, то есть, как я не влияет в тече? Отлично. Я не знал. Так. External профиль. Он существенно меньше по объему, в нем меньше настроек. Опять же, настройки у них, все переменные могут... Набор возможных настройок у них идентичен. Просто с коробки они немножко по разному настроены. Его основное отличие, он подгружает в себя гейтвей-транки. В секции гейтвейс. Я сейчас про них немножко подробнее расскажу. Все остальное здесь, в принципе, то же самое. Также кодеки, порт. Ну, все. Сущности, в принципе, идентичные сами по себе. Так. Транки по плану немножко позже. Поэтому к этому вопросу мы вернемся. Сейчас я покажу, как настраиваются телефоны. Вообще, кто-нибудь пользовался users.conf в астеристке? Пользуется? Слышь, наверное, да. Редко бывает. А кто хотя бы помнит, что у меня есть, понимая вас? Я помню. Хорошо. Вот. В принципе, директория это ближе к... ближе как раз к users.conf, чем к sip.conf. Хотя, в принципе, одно в одно инклюдится. Так что, какая разница? Так. Значит. Значит, директория в директоре содержит, ну, из коробки здесь default.xml и папка default. Это для мультидоменности, что уже потребуется. Значит, домен. Вы создаете это глобальные переменные из коробки. По вашему local.ipv4 называется ваш дефолт и домен. Dial string. В общем, это своего рода синтаксический сахар, чтобы... Я чуть позже покажу. Вообще, строка user.1001.sobaka.domain разворачивается вот в это. Это вопрос маршрутизации. Чуть позже к этому вернемся. Так. Из важного здесь, значит, инклюдаются все профили пользователей. Из коробки их идет 20 штук. 1000 до 1019. User ID это то, с чем пользователь логинится, и то, куда вы направляете звонок к этому пользователю. Пароль. Ну, я показывал 1, 2, 3, 4 дефолт. Можно задать каждому персонально. Можно переназначить глобальную переменную. Там, как вам фантазия позволяет. Пароль для голосовой почты. Все, что идет в этой секции, по сути, просто переменные, которые вы задаете, можете чекать, использовать в Dialpline. Некоторые из них в Dialpline используются по умолчанию. Outbound, color ID, name, number, значит, это из... VSTN, наверное, номер. VSTN номер, да? Нет, это, я хотел сказать, это глобальные переменные, которые определяются в vars.xml. Это вот free switch и кучка нолей. Соответственно, их нужно переназначить. Можно переназначить здесь, можно переназначить в Dialpline, можно переназначить, кажется, в профиле, в трамке. В общем, простор для фантазии. Comgroup это для интерцепта, для перехвата звонков. Используется, кажется, в астеристике это пикап группы. Называется, не уверен. Дальше, в общем... Нет, она так же там callgroup. Ring и ring. Есть групповые звонки, а есть перехват звонков. Вот, callgroup в секции user, это для перехвата звонков. А ring группы, вот они идут, как раз я к этому перехожу. В группу с именем default инклюдаются все профили пользователей. И потом... То есть они все уже содержатся в группе default. И потом их можно рассортировать, как вам удобно, по другим группам. И логически, и для групповых звонков. То есть, чтобы позвонить сразу всей группе sales. Type равно pointer как раз означает, что вообще-то мы всех юзеров уже подключили. А это просто своего рода ярлык на него. А если один пользователь, то разный будет, это не только? А вот он, пользователь 1000, у нас подключается сюда. А, да. Так, ну, основные параметры здесь я показал. Дальше. Дальше, транки. Транки в терминологии фрисвича это гейтвей, гейтвей, а также, в принципе, немножко директория. Транки настраиваются в SIG profiles, ну, из коробки External. Также вы можете задать как вам угодно. Так. Из обязательных параметров. Ну, транки бывают с регистрацией, бывают без регистрации. В смысле, с исходящей регистрацией. С исходящей регистрацией это уж как раз обязанность секции директория. Гейтвей. Ну, задается имя, по которому вы потом можете маршрутизировать. Если это транк с регистрацией, нам, соответственно, нужен юзернейм, пасворд. Куда мы ходим за регистрацией. Контекст для этого транка. Время перерегистрации. Ну, и вот эта переменная, вообще из коробки она и есть, true. Здесь она для наглядности. Если делаем так, у нас получается транк без регистрации, соответственно, нам сразу становятся не нужны. Вот эта строка, вот эта строка, вот эта строка и вот эта строка, к сожалению, нам тоже становится не нужна. Транку без регистрации, контекст, в котором он примет звонки, задать нельзя. Будет работать контекст из профиля, к которому этот транк, гейтвей, принадлежит. Дело в том, что при регистрации фрисвич подставляет в поле контакт гейтвей равно имя гейтвея. И когда ему по этому транку приходит звонок, соответственно, ему в контакте то, что он сам и отправил, прилетает. Без регистрации такой фокус он провернуть не может и контекстом рулить приходится иными способами. Дальше, через директории можно задать как раз транк для приема входящих звонков сразу в определенный контекст. Но, ой, так, да, не понесло. Так, ну вообще любой профиль юзера, по сути, может быть транковый. Причем, в принципе, без входящей, без регистрации, без участия пароля и так далее. Можно прописать здесь любой удобный вам цидр. Все. После применения настроек, до проверки пароля, в принципе, уже не дойдет. А звонок с этого айпишника, пришедший на профиль internal, потому что из коробки у нас подключаются директории к internal, точнее, директории обрабатываются интерналом, мы получим звонок, пришедший в юзер-контекст мастер-класс. Для каждого юзера, ну, как и в астеристке, в принципе, вы можете задать свой контекст. Так, подключение... Значит, сейчас... Так, пардон. В общем, для того, чтобы выключить какой-либо из ваших гейтвеев, я сейчас именно про гейтвей говорю, как частный случай транков во фрисвиче, то есть через секцию гейтвейс, собственно, вы его убиваете. София профайл экстренал, килл гв. Экстренал тут, естественно, ваш профиль должен быть указан. И имя профиля. Все и не все. Чтобы вернуть его обратно, точнее, чтобы вернуть все ваши транки убитые или свеженастроенные, делается рискан. Но нет механизма включения одного транка за раз. То есть все гейтвей, которые он найдет, он подключит обратно. Так. Под транком... Да, похоже, что можно. Еще раз, пожалуйста. Рискан не пробует файлы, которых не было изменений. Да, важное замечание. Я забыл про это сказать. Рискан. Ну да. В общем, все. В том числе, если вы удалили дитвейс, делали рискан, то он не удалили дитвейс, а делали дитвейс. Да, он поднимет его обратно. Сначала ставить F6, надо призагрузить, чтобы он призагрузил XMail, а потом здесь конспорация. А, можно про что? Ну да, важное замечание. Я упустил этот момент. Пардон. Так. По транкам есть еще вопросы замечательные, дополнения? Так. Тогда поехали к маршрутизации. Маршрутизация. Секция делал план, в первую очередь. С коробки важными у нас идут паблик, дефолт, XMail. Дефолт, XMail это дефолтный контекст всех пользователей, всех участников секции директория, профилей юзеров. Значит, маршрутизация точно так же дробится на контексты, как в астеристе есть свой аналог X10 стрелочка и то, что идет после него. Значит, я подготовил небольшой делал план с самыми обиходными вещами, на мой взгляд. Значит, аналогом записи X10 стрелочка у нас является extension. У extension есть параметр name, который, кстати, даже не обязан быть уникальным, даже в рамках одного контекста. А уже условия срабатывания этого экстеншена, которых может быть несколько, является оператор condition. Значит, condition во фрисвитче значительно более гибкие, чем в астеристке. В принципе, вы можете использовать в них любые канальные переменные, глобальные переменные. Насколько я знаю, можно даже делать прямо из кондишена запрос к API, но тут могут возникнуть проблемы в зависимости от состояния вашего API и так далее. Лучше это делать все же из делал плана модулем curl, не XML curl, а просто curl. Он может делать заданный хттп запрос и возвращать ответ в делал план. Кроме того, extension может иметь параметр continue true. Это означает, что выполнение этого экстеншена не прервет выполнение делал плана. То есть, если из него не будет явного выхода, фрисвитч пойдет дальше к следующему экстеншену, к следующим кондишенам, которые совпадут заданным. Значит, кондишены оформляются так. Field здесь, что мы проверяем. В данном случае переменная call debug. Кажется, она задается в профиле. Выражение, которому она должна соответствовать, это полноценный перловый regexp с матч-группами. Полноценный. Очень удобно. Правда, можно... Как известно, когда программист решает решить проблему с помощью regexp, у него появляется вторая проблема. Инструмент очень мощный. Параметр break-never, в принципе, является аналогом continue-true, но для кондишенов. Означает, что этот кондишен не прервет выполнение делл плана, и обработка перейдет к следующему кондишену, который совпадет в рамках этого экстеншена. Основное отличие от continue. То есть continue это между экстеншенами, дальше пошло break это между кондишенами. Вот то, как нам намекает фрисвич на то, что пора поменять дефолтный пароль в идущий из коробки. Он выводит много ворнингов, и из коробки здесь идет 10 тысяч миллисекунд, то есть ваш делл план ставится на паузу на 10 секунд. Вообще довольно сомнительное, на мой взгляд, решение, хотя, наверное, действенное. Просто можно подумать, что фрисвич тормоз, если ты его впервые поставил, и еще не разбирался с делл планом, вот такой вот, да. 10 секунд на то, чтобы позвонить внутри локалки? Нет, спасибо. Вот, ну это, это просто, своего рода, элемент безопасности. Это сомнительный. Вот, этот экстеншен частично вырван из делл плана Default XML, который идет, пример из коробки. Он называется Global, собственно, обрабатывает, Важный момент. Если вы задаете здесь Default Password, ну, просто для примера переменная Default Password, вы ее переназначаете здесь, этот кондишен все равно сработает. Обработка делл плана у фрисвича двуступенчатая. На первой он строит структуру звонка, то есть составляет, так сказать, цепочку, в каком порядке все сработает. И на этом этапе никакие присвоения калькуляции не происходит, если не задать параметр InlineDrew. По-моему, так. InlineDrew. Что? Да. Если честно, я забыл, как он оформляется. Так. Можно глянуть. Просто Inline. Причем даже так. Да. Тогда произойдет присвоение, и вот в этот кондишен мы зайти уже не сможем. Ну, пользователи, насколько я понимаю, останутся онлайн до следующей перерегистрации. Так. Аналогом основной команды Dial является Bridge. Так. Bridge. Сейчас я найду какой-нибудь. Ружу, так сказать. Ну, вот. Значит, аналогом команды Dial является команда Bridge. Action Application Bridge и указываем... Они очень похожи между собой по оформлению, если не лезть в нюансы, глубину и переназначение канальных переменных прямо из Bridge. Мы задаем технологию, через которую звоним. Ну, мастеристка это C++, C++, AX, в нашем случае Sophia. Пластеристка профилей нет. Тут External. Дальше, в нашем случае, это матч-группа из RegExpo. Все попавшее... Кто не в курсе, в RegExpo все попавшее в эти скобки будет первой матч-группой. Можно задать еще скобки, там будет вторая матч-группа. То есть, обратите внимание, если мы задаем вот так номер, начинающий сейчас восьмерки, ждем, как DIT, в первую матч-группу у нас попадет все, кроме этой восьмерки. Ну, например, вам нужно, ваши пользователи звонят через 8, один из способов отрезать восьмерку, заменить ее на плюс 7. Ну, дальше add, и я в VARS создал глобальную переменную мастер-класс gateway. В нашем случае тут 192.168.124.207, адрес нашего астериска, который будет у нас будет нам суфлировать, так сказать. Также прямо из дел плана можно задать ваш цид, который пойдет уже через gateway, эффектив color ID. Также этот экстеншн, пример двойного кондишена. То есть в рамках экстеншн может быть несколько кондишенов, так сказать, полноценных, каждый из которых более-менее независим, как вот здесь. То есть каждый из них срабатывает независимо друг от друга. Один проверяет дебаг, второй проверяет пароль. Здесь и color ID number должен быть из наших внутренних и destination number должен быть любым. Тут на самом деле не самый наглядный в этом плане пример, но создавалось для того, чтобы показать двойной кондишен. Вот. Значит, дальше про bridge как таково я рассказал. Bridge на юзера, на нашего внутреннего юзера. Собственно, зачем нужна строка, зачем нужен параметр dial string в директории внутри вашего домена. Чтобы можно было не писать вот такое вот, а тут может быть длиннее, если вам надо позвонить нескольким людям, можно не групповой звонок букпол использовать оператор, а просто как и в астеристе там я не помню разделитель вертикальная черта и запятая звонить поочередно, звонить всем сразу. Можно сделать запись юзер, не указывать профиль, потому что юзер у нас там интернал вообще-то и вообще нужно держать в голове на каком профиле у нас юзеры. У нас просто юзер, слэш, куда, ну здесь точно так же может быть матчгруппа один, любое, и с каким доменом. Эта переменная есть в принципе из коробки. Если у вас, если вы мультидомен не настраивали, то просто вот такая запись разворачивается в вот такую огромную строку. одного экрана можно было видеть это все. А он видим если перенос строк глобально переносит. Да, я знаю. Не знаю, зачем я полез звуками переносить. Да. Да. Ну, собственно, синтаксический сахар он и есть. Так. Дальше трансфер. Ну, трансфер служит для того, чтобы вы можете в одном экстеншене проверять условия. Ну, своего рода аналог go to, наверное, это здесь в некотором роде. Ну, трансфер можно использовать как go to астерисковский. Вы задаете dialed number куда, то бишь. Ну, здесь, естественно, может быть все что угодно. в нашем случае здесь будет 1002 и только 1002, так что можно было в принципе 1002 записать. Тип dialed плана, в котором ищем, контекст, который мы указали после типа dialed плана. То есть, трансфер идет destination number, тип dialed плана, ну, у меня вроде всегда XML, и ваш контекст. Если контекст не указать, то трансфер произойдет в рамках контекста. Так можно, допустим, петли делать. Нужно по какой-то причине. Что? Так можно в другом контексте. Да. Например, вы не хотите в директории настраивать входящие транки с регистрацией, без регистрации, неважно. Но вам нужно как-то их разрулить. Они у вас все в external приходят в паблик из коробки. Вы в диалплане паблик просто делаете трансфер туда, куда надо. А так как кондишен у нас позволяет проверять вообще практически все, что угодно из канальных переменных и так далее, из глобальных, вы видите, с какого IP-шника, с какого CRC-порта и, кстати, на какие у вас пришел звонок. Поэтому в принципе можно даже основываясь на этой информации разрулить звонок уже через паблик контекст в нужный вам уже другой контекст. Вот. Это ванильный пример паблик экстеншенов. То есть любой звонок, пришедший на наш пресвитч из коробки, пойдет любой звонок на 1000-1019 экстеншен пойдет в дефолтный контекст, где у нас в принципе пользователи дальше обрабатываются. А это пример работы с конференциями. Так, по трансферу, по бриджам понятно более-менее. По глобальному экстеншену, так сказать, ну, он просто называется глобал, то есть по непрерывающему обработку экстеншену. значит, дальше. Дальше. На примере работы с галасовой почтой. Вам пришел звонок, вы выставляете call-timeout 10 секунд, то есть сколько времени мы пытаемся дозвониться до этого экстеншена, то есть сколько у нас бридж будет дозвониться. После по прошествии 10 секунд бридж прекращается. Мы выставили переменную hang-up after бридж, а, нет, пардон, continue fail true и обработка не прерывается после того, как бридж завершился. в нашем примере мы делаем ансвэр, ждем и делаем бридж на голосовую почту. Таким же образом, например, можно а, пардон, важный нюанс, значит, если бридж был успешный в данном примере, hang-up after bridge true, если бридж был успешный, мы не пойдем на голосовую почту. Мы не хотим, чтобы, если сторона б наш юзер положил трубку, человек с ним разговаривающий и внезапно пошел на голосовую почту. Оставить отзыв. А? Оставить отзыв. Вот, да. Если не выставить вот эту переменную, то обработка после бриджа пойдет дальше в любом случае. И, соответственно, можно, например, я не знаю, трансфер сделать, можно прям в рамках этого же кондишена сделать. Вообще, конечно, логичнее завести отдельный экстеншн, трансфернуть на можно бы оставить отзыв о результатах разговора. Ну, это два самых очевидных примера, которые мне пришли в голову. Так, break never и объяснен какие-то тоже. Значит, какие-то вопросы по этому есть? Есть вопросик. Получается, если мы не хотим целую почту, то мы можем делать просто еще один тип кондишен но уже на другую как-то хотим еще что-то сделать с звонком. Ну, голосовая почта здесь только для примера. Можно здесь просто делать это делать для метро, то есть false и оставить другой кондишен, потому что я это просто по умолчанию не понимаю. Я не совсем понял ваш вопрос. Если мы хотим после завершения звонка, то есть у нас неуспешный звонок, чтобы он ушел в платы еще. То есть не на полсовую почту, мы просто делаем кондишен, который трансферит уже по отличию. Да в рамках кондишена можно. Extension continue true по-моему надо включить для этого и continue fail true в рамках кондишена. Там уже описывается, что туда трансфер вы описываете самостоятельно. Трансфер. Вот. Сработает он или нет зависит от этих двух перемен. И что пропишешь, что соответственно будет. Да, туда и трансфернется. Вы можете здесь сделать трансфер, можете сделать еще один бридж другому пользователю. Хотя это логичнее делать в рамках одного бриджа, но можете сделать так, если по каким-то причинам надо. Может, какую-то другую технологию будете использовать. вы 10 секунд пытаетесь дозвониться человеку на СИП-телефон, а потом пытаетесь бриджевать звонящего с его сотовым. Можно открыть холодильник. Не вопрос. Ну, экзек выпустить из подвала оператора. Так. Еще вопросы по уже рассказанному? Мы, в принципе, очень быстро продвигаемся. Дальше будет. Видимо, останется много времени на вопросах. Я немножко на меньший таймслот рассчитывал свой доклад изначально. Так. Значит. Теперь. А, можно вопрос по поводу шлюза, да? Извлекательный транспорт с риском по конструкции и хаутбаланс в общем комиссии. Какая-то разница и нет? То же самое что это? Ну, параметры называются иначе. А так, в принципе, там очень много всего. Вот. Из коробки идет файл example.xml он лежит sigprofiles external example.xml здесь кажется все доступные для настройки транспорт переменные есть. В том числе прокси, про который вы спрашиваете, регистр регистар прокси. А, обече прокси прокси? Хороший вопрос. Честно скажу, я не работал с прокси, поэтому затрудняюсь сказать. я, потому что почему спрашиваю, пробовал на подключение к сервису Clown BX, они выдаст на номера спаганды, и там настройки выдают прокси, аутбам, прокси, какие-то непонятные прокси, они разные, и по антезу тоже самое. И, в общем, неизвелось оно, если записывать это туда, какие-то очевидные вот эти вот вещи. Честно говоря, я не могу забраться. Ну, тут, может быть, регистратор прокси, это там, где вы обмениваетесь, аутентификация? Тут, в принципе, написано, если, ну, во-первых, по умолчанию равно просто прокси параметру, я сейчас про регистр прокси, во-вторых, я подозреваю, что регистрации идут через одну, это когда у вас регистрация идет через одну прокси, а звонки вы уже отправляете через джунг, да, когда разносится инфраструктура. Вообще, с апсосами, к сожалению, я работаю, не знаю, я работаю через Астериск, виденство в проекте, где они участвуют, так получилось, что Астериск является ядром, поэтому я вот не могу подробнее объяснить, к сожалению. Так. Если я не вижу стройки, на всякий случай, это можно подойти и спросить. Ну, давайте попробуем разобрать. Так. Еще? В принципе, времени у нас много, можете спрашивать. что смогу, отвечу. Что не смогу, отправлю Вики. Ну, я думаю, никто не помнит документацию наизусть. Так. инженеры документации не читают. Инженеры документации не читают. Ну, почему когда все сломано? Это уже совсем когда. 40 раз попробуем, 10 раз переставлено. Ну, на самом деле, нас могут смотреть молодые, не окрепшие умы, не надо так чтить, это кто-нибудь поверит. Запомните, ребята, прокси на... Фу. Прокси на... Документацию надо читать в первую очередь, хотя бы после первых пяти попыток обойтись без нее. Главное, ее успеть почитать до ресета. До чего? До ресета. До чего ресета? И важно. Да. Секрово. Важный такой, в принципе, многим на первых этапах даже и не нужный я не знаю, модуль, сущность. ACL. Ну, access control list. Чем-то похоже на firewall. по сути позволяет нам рулить. Какие к нам могут ходить, звонить, регистрироваться, ну, в смысле, звонить без регистрации, регистрироваться домены и вообще, в принципе, айпишники, подсети, в общем, цигеры. Что про него важного рассказать? Ну, в общем, вот эта строка из архиважного я показывал вам вот здесь цидр прописывается вот здесь, он подтягивается. Если вы удалите эту строку, насколько я помню, вот эта запись работает перестанет. Создается лист, у листа есть имя, по которому вы его используете в SIP-профилях. Дефолтное значение значение. Ну, кто не разрешен, тот запрещен. Дальше создается нода листа с запрещением или с разрешением. Соответственно, если у нас дефолт дэнни, то создавать тайп дэнни смысла немного, но тут вот зачем-то создают тайп ол. Для примера. Если домен, если вы хотите рулить по домену, соответственно, запись домен, если вы хотите рулить сразу по подсетям, цидр, из коробки домен, напоминаю, это ваш локальный IPv4, ну, IPv6 адрес, он пишется без маски подсети. Если это домен, он записывается без маски подсети. Если это цидр, то, соответственно, маска обязательно. Хотя бы слэш 32. По приоритету, приоритет у тех записей, которые более конкретны, как в статической маршрутизации, ну, как в любой маршрутизации эпичной, допустим. То есть более конкретная запись имеет более высокий приоритет и в первую очередь сработает она. Поэтому вы там делаете Дэнни 24 подсети, часть эпичников из нее разрешаете с 32 маской. Они будут работать, остальные нет. Получается порядок, но в листе не важен, потому что приоритет это более конкретное правило. Еще из важного. Если пользователь попадает не под вот эту запись, а под вот такую, точнее, если звонок попадает под вот эту запись, если даже это ваш внутренний пользователь, он попадет в обработку в контексте по умолчанию, минуя все остальные указания контекст, контекст по умолчанию для профиля, который будет обрабатывать этот звонок. Из коробки соответственно у интернал профиля, если ваш пользователь звонит, это контекст паблик. И попадет пользователь в паблик. Я вот этот нюанс однажды не знал, и пришлось очень внимательно и долго вчитываться в логи, чтобы понять, как это отрабатывается. Это важный момент. В принципе, ACL важен, но достаточно просто. Теперь одна из, я не знаю, можно ли так назвать, тиллер-фич приз-вича это мультидоменность. По ACL вопросы есть? Это ACL глобальная? Ну как, вы создаете листы, и дальше вы указываете в профиле. вот это скажем так, by default он один. А все. их на сайт разносить? By default он один. Если у вас есть несколько сетей, каждый профиль вы можете настроить по сути как отдельную АТС-ку со своими ACL, со своими пользователями, вот мультидоменность как раз сейчас к ней перейдем, со своими биндингами портов, ну естественно вы не можете забиндить на одно сочетание эпишник порт несколько профилей, но вот домены в рамках одного профиля несколько штук использовать тоже не вопрос разрешенный по сети например для абонентов профиля вы рулите этим вы создаете в ACL лист а потом этот лист да на профиль вот так значит своего рода киллер фича крисвича вообще многим было бы полезно в рамках одной инсталляции иметь несколько изолированных таких групп пользователей мини атс я допустим эту фичу с этой фичи разбирался исключительно ради вас я в своей работе не использую ни входящие транки ни мультидоменность ну почему зря мне не приходится работать с пользователями ну так в рамках операторов кстати хорошо заходит да фичвич достаточно мощный хоть немножко не того класса не операторского но почему если вспомнить изначально стилизг позиционировал позиционирует фич пятого уровня а фичвич четвертого а фичвич четвертого фичвич изначально заточен даже если смотреть и сравнивать фичвич изначально был заточен на обработку слонков то есть у него но не буду спорить мне казалось что фичвич тоже пятого уровня но хорошо как мне сказал один человек который пытался мне рассказать фичвич в сравнении с астером я лучше бухой поставлю 10 астеров чем 3 2 но я в принципе не могу чтобы вы битвили нет он знает и то и то если вы посмотрите допустим голый тастер обычного стандартной 3-спешной конфиги грубо говоря если у вас глаза не слипаются и голова еще немножко соображает вы в нем разберетесь если вы в таком состоянии начнете разбираться с конфигами xml я не думаю что у вас быстро все получится сразу на самом деле вы очень сильно утрируете в том плане что если у вас слипаются глаза вы можете накосячить и в астеристке прекрасно конечно его дел план значительно в разы проще читается потому что но это суть обычный унифайл ну они вот ты говорил они разные фрисвитч заточен под количество звонков массовый все вот это да он может если сравнивать грубо говоря астеристка это городская станция которая дома телефоны раздает старого а фрисвитч то мы имеем междугородные хорошо мера уже у нас тогда на каком уровне мвтс мвтс мера ну да фрисвитч тоже говорят четвертый то есть мера у нас получается уже международная почему ну как она мощнее чем фрисвитч на тех же мощностях на тех же мощностях на тех же мощностях это больше я понимаю я имею ввиду в подможности подразумеваем в подможности в заложенном функционале междугородной станции к ней тоже можно прицепить оппонентам тоже будет его обрабатывать у нее задача немножко другая ну голосовая почта есть на фрисвитче ну 55 пускай будет 24 35 да 4-5 меры кстати тоже есть 5 класс но вообще я не спорю с тем что фрисвитч по большому счету вышел из астера напочковался как по оттуда только они ушли как сказать вышел из астера там участвуют разработчики которые занимались астериском они просто решили что хотят сделать снида хорошо и мощно они ушли в мощность вышел из астера в моем понимании скорее фор был бы вопрос терминологии изначально может быть оно так и было потом они же сразу на софию пошли ну ушли вот так вообще я не спорю с тем что фрисвитч может обрабатывать больше звонков меньше удобен как пбх офисные комнатные условно говоря с этим я не спорю так о чем то бишь я мультидоменность да эту тему я специально для вас за три часа до самолета и три часа сегодня с утра разбирал она не должна была войти в рамки таймслота который по моим данным должен был закончиться через 15 минут но у нас еще 45 значит домены создаются очень просто я надеюсь этой темой как раз занять много но она оказалась очень короткой хотя и очень мощной секция домен вы можете просто накопировать дефолт xml столько раз сколько вам нужно для изолированных пользователей и просто переназначить каждой копии домен я задал имена доменов глобальными переменами через vars xml вот то есть дефолтный домен local IPv4 у нас наш и создаем еще несколько кстати надо было проверить днс возможно показать не получится сейчас еще буду телефоны настраивать так значит сейчас одну минутку где же это это у нас в профиле переназначается в общем из коротки вы можете использовать любое обмен на имя из каким бы пользователь не пришел то есть какой бы днс не был настроен там ничего в настройках указывает все это будет переназначено сейчас так тоже никто блин честно говоря я забыл как называется эта настройка в общем сейчас одну минутку суть в том что прописан дефолтный домен он равняется локалу IPv4 как раз и любой переназначается эту настройку нужно отключить кажется кажется это она если вы дефолтный домен нет черт так попробуем обратиться к документации ну все вариантов не осталось странно вообще похоже что это здесь не очень хорошо ищется здесь так нет там в общем прошу прощения смысл в том что указывается именно домена дефолтного и отдельно задается переназначатель остальных то есть форс 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 а вот форс регистр домен то есть мы переназначаем жестко по умолчанию всем домен на указанный здесь вот это вот вообще вот эти три строки при работе с мультидоменом что лучше закомментировать вот это обязательно иначе у вас вообще не будет никакой мультидоменности а все будут дефолтном домене регистрироваться остальные остальные лучше посмотреть до кредитации так собственно после этого кстати обратите внимание все они инклюдаются из одной и той же папки дефолт xml ну в смысле дефолт include кстати в конфиг возможен множественный то есть don't repeat yourself вы можете кстати внутри пользовательских профилей там создать группу настроек и инклюдить прям в профиль в общем инклюдуя одного и того же возможно множественные никаких с этим проблем не возникает ну кроме запутанности дебаги если вы усердствуете и все по сути у нас вот созданы несколько доменов на этом кстати можно начать работу на этом как раз можно начать работу с телефонами и сейчас я вам все покажу вот только вы создаете в секции директории несколько доменов и вы указываете именно этих доменов то есть и нот локал на полокал ну в нашем случае и ваш пользователь регистрируется как тысяча один собаками но . локал и он регистрируется в рамках домена и у него своя изолированная так сказать а на станции я не могу написать например какой-то ну какую-то маску например там айтишный детектив такой домен айтишный детектив другой домен например хороший вопрос определение домена в смысле по порту например определение домена сделать в профиле задается force register domain в сип профиле соответственно вы каждому профилю можете задать свой force register domain это один из вариантов решения возможно есть другие мне так на скидку в голову не приходит соответственно каждому профилю вы задаете свой acl лист и ну вот то про что вы спросили так теперь мне нужно найти под какими же эпичниками у нас телефоны светятся сети была у меня инструкция но была а вот так значит телефон у нас 201-205 последний раз я настраиваю телефоны года два назад так что возможно вместе с вами открою для себя что-нибудь новое софтофоны настраиваю софтофоны а вот а что разница софтофоны обычно логичные так что-то ничего у нас не открывается под каким адресом вообще это циски какие-то куда говорите нажимать 12472 вообще не то ну ладно 12472 12472 12472 так а этот так куда тут надо нажать чик чик все 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 я разобрался это неправильно попробуйте 9-й настроить ты так 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 значит значит у нас есть присвич и у нас есть астерист который друг с дружкой подружина так как это все вообще настраивается 21 админ нажать на верху да я очень давно этим не занимался сразу там адванс нажать на верху зачем адванс тут похоже похоже шар это юзер шар нет правильно че extension 1 вниз 2 указываем адрес адванс 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 у дну не broх не нужно указывать прокси ему достаточно указать регистрацию на доменное имя какое-то, вместо айпичника. Да, доменного фрисвича это не те доменники. Я понимаю, но хорошо, с автофонами этот фокус сработал. Возможно, с цисками нет. Так, есть маленькая проблема. Домены в DNS, похоже, не добавили. Поэтому мы указываем качество прокси просто айпичного А, ну тут восьмерка указана. А в качестве регистрара указываем домен на фрисвича. И тогда они ввезут в домен. Так, ладно, давайте пробовать. То есть он сначала пойти в какой-то предприятии? Да, он просто адрес, куда ему подправить затрос по сети. Когда он туда долетает, он там уже смотрит, какой домен им завезет. За праздник циски домены не понимают. Ааа, с этого и надо было начинать. Я бы не стал с вами спорить. Они понимают только адреса. А что тут вроде как всё? Так, то есть эти циски для меня с подвохом получаются. А? Эти циски для меня получаются с подвохом. Эти? Да. Нет, эти нормальные. Эти понимают. А, это не как подъема. Семьдесят девятая. Семьдесят девятая. Семьдесят восьмая. Семьдесят восьмая. Эти спашки, да? А? Которые не спа. Нет, спа, они нормальные. Они обычные себе. У тебя проприетарщины. У них можно на СИП перешить? Так, а этот у нас пойдёт на СИП. Если куча аналогов есть сейчас. Другой СИП есть в наличии. Обновление ПО. Прекрасно. Так. Один из аргументов отказа от перехода на астерок на три свечи. Одна СИП-телефон и вторая. Наличие парка телефонов, которые надо будет просто выкинуть. Проприоритарное решение зло. Ну, вот не всегда. Почему? В долгосрочной перспективе. Ну, почему? Даже у Труже ЦИСки есть СИП-прошивки, которые там прошиваешь, и он становится обычным, нормальным СИП-телефоном. Не проприоритарным? Да. Который нахуй не перешивается. У АВАИ тоже есть СИП-прошивки. Ну, на Аттеловский вот Игорь рассказывал Юнистин. Он начал поддерживать непроприоритарный формат. Почему? Да, Артеловский юнистин пропавитель, на Артеловский. Однако в Астере он зодоевлен. Так. У СБР-шки. Так. Мы зарегались. Ну, давайте попробуем позвонить. Куда-нибудь. Для начала. я не думал что самым сложным для меня будет разобраться с телефонами если честно нет проблем так так и вы сейчас не будет сейчас я разберусь мнение я уже разобрался все спасибо так звонок не прошел они оба зарегались на кто не в курсе программка снгр просто бог дебага сипа на больших объемах пакетов она пакеты начинает терять заикаться но не надо включать только я сказал на больших объемах пакетов если вы начинаете их фильтровать то вы уже так так я так интересно прикольно знаете не знаю у меня на компенсию работает наверное у вас что-то замечательно что тебе не нравится давайте тебя по жесткому убьем сможет чуть чуть пошире сделать а тут нечего смотреть в общем-то могу да это все должно было показываться в другом окне это просто так какой там хочу делать так с зачем-то нажал enter да я на enter случайно просто тыкаю так гребился да он не цепляется он не запускает с минус консоли понятно ну да минус си что? минус си консоли а где-то я на косячу приходит как дебарит истерист так ну давайте дебарит истерист так ну давайте дебарит истерист вообще странно чему тут падать тут нечему падать в принципе тоже особо нечему падать к тому же это все работало сегодня утром еще в гостинице да здесь не гостиниц астерист минус си ничего он в логах интересного не пишет да как-то тут можно верболус сделать можно да да бывает да зло там маленькая техническая неполадка Аутбор 50-60, ты занят? Да, блин. Нет, не занят. Сервис. Сервис. Он запущен, но работать не хочет. Последний раз, когда я с такой устал. А он там где? В процессах же его нет. В процессах смотрел. О-о-о-о. Завертолку все здесь? Да. На отдельной машине. Зайди в нее, в процессе. В саму машину через полоску. В смысле... Да. А в чем разница? А там на кровавой баку. В чем разница между Саш-Сасей и... Нет, быстрее. А в чем? Какую разницу? Вы ожидали в поведении? Саш, Ротан? Да. Да. То есть, я труда допустим от 3. Ну да, это же тестовый старт. Ну да, это же тестовый старт. Последний раз, когда я с таким на фрисвиче сталкивался, я накосячил с правильным доступом на куски геоплана. Я у плана. Все слепально. Нет, здесь-то ты... А здесь еще вообще нет. Я знаю, я просто... Я... Подключайся просто к машине, которая думает грубо говоря. Да. Прикольно. Ну давайте попробуем магию. Не переустанавливать же сейчас... Потому что это Oracle. Надо было на Workstation разворачивать. Технические требования? Уставители конференции определяют. Я разворачивал сначала на KVL, а потом все на VirtualBox переносил. Ну, я не достучусь до своего сервера сейчас. Хотя, можно в принципе попробовать. Да, может. Но не помогла. Внезапная интерактивность нашего мастер-класса очень повысилась. повысилась, да. Что? 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 Можно, кстати, попробовать, в принципе, на них для начала заглянуть. Ну, ах... Да. Да. Подстава, стилистка подстава. Подстава, стилистка подстава. Подстава, стилистка подстава. Так. 18-е число, последний раз. Ну да, логично. Так. Сейчас, минуточку. Я не правил никакие настройки, кроме диал-плана. Так что сломаться оно могло только при переносе, в принципе. Сейчас проверим у себя. Эталон. Кстати, а какой у меня... Ну, письмо, может удастся. Нет, я в другой пути. Ага. А можно будет как-то под сети конференции подключиться по Wi-Fi? То у меня нету Ethernet-разъема. Ну, конечно. А есть PC? Есть? Да, есть. Светил для себя. Эм... Ну, если сейчас запустится... Сейчас, если астерист запустится, мне нужно будет подключить этот ноут. Сейчас, минутку. Может, что-нибудь надо? Переходи. О, а здесь работает. Да. 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 Да, да. Возвращаю. 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 Нет тебе прощения, поэтому умри. Смотри, пожалуйста. Смотри, что же случится. Так, еще раз, что поступило? Тоже здесь. Так, так, смотрим. Так, не подцепилась сеть. Сейчас, минутку. Мне страшно перезапускать его у себя, потому что он там тоже сломается. Сейчас. О, отлично. У нас есть астерист. Фрисвич. Надо было выстраивать два фрисвича, да? В самом деле, у меня нет каких-то сформированных недовольств по поводу стириска, просто фрисвич мне нравится сильно больше. После того, как приноровился к XMA. О, ключевой. Ну, я не спорю, читается в разы хуже. В разы. Но зато и гибче насколько. Один кондишн что стоит. Так. Не зарегистрировано. Когда он перерегистрируется? Когда перейдем. У него в меню есть пересвет тибунь. Не думать. Можно вкус. А, что-то изменить. Вот. Все. Так. У нас осталось 20 минут. Как раз должно хватить времени. Так. Это у нас пресвич. А, как у тебя. Ну, быстрее нужно будет вправо. Или вверх-вниз. Я, кстати, польщен тем, что так много народу предпочли мастер-класс по пресвичу. Рассказываю, допустим, про СИП-3, на который я жалею что не попал. Блин. Не волнуш. Не можем уж мы разорваться. Ну. Послушали. Ну, не видели. Это просто записи не будет. Жалуют, что из малого зала записи не идут. Печально, я хотел хвастаться этим потом всю оставшуюся жизнь. Ну, в следующем году, значит. Нет. Второй раз меня в докладчике не заманят. Нормально. Нормально. Так. Кто сейчас спрашивает такое? Ну, меня для начала нужно из моего родного города вытащить против моего желания. Так. Что происходит? Скажи мне, пожалуйста. Он ничего... А, он не зафиксировал у нас. Он по пое, да? Да. Он не зафиксировал изменений и не отправился в перезагрузку, поэтому придется сделать ему больно иначе. Так. Ну, значит, пока можно, в принципе, разобраться, как здесь домен прописывается. Помощь зала. Как у нас здесь прописывается домен, раз не получается сделать это по-человечески. отбvenant прописывается. Пропси. ...попси. Пропси адрес в olan-пропси домена. Так. И вставим ютного olan-пропси. Так. а мы включили но она включена и дома все работало 3 часа после самолета прошло три часа до самолета пулять туда чем хочет кто где когда сын грет астериск у нас есть регистрация нашего телефона сейчас подключен при свечу должен подключиться так я вам кстати не показал как оформляется пока это все грузится дольше блин чем мой ноутбук так вот групповой диал с примером кстати включение записи звонка вот так у нас включается запись звонка вот так у нас делается бридж на какую-то группу здесь указывается группа и домен который это группе должен принадлежать можно очень просто по постому ограничить общее время минутах на исходящий со шлюзом единственное что мне так на скидку приходит в голову на пользователя залимитировать так залимитировать текущий звонок не вопрос это делается через шерпингап залимитировать самое простое что мне приходит в голову бизнес вообще точнее с использованием модов некоторых значит есть мод кэш это такая короче чем-то похоже на рейдис кто знает кто знает что говорит возникаешь революет хранилище вот есть здесь есть мод кэш чисто в оперативке сохранится соответственно вы можете делал плане прописать хэш сохранить текущее там значение и вы можете после звонка после бриджа вы можете получить время звонка вы можете его в кэшевую базу сохранить приплюсовать не помню умеет ли он примет крайний случай придется вытащить значение сохранить это довольно корял звучит даже и перед звонком вытаскивать это значение проверять его и вот у вас есть значение из базы есть эталонное значение делаете разницу делайте шерпингап для этого звонка чтобы то есть в хэше сколько наговорили плюс эталонное значение разница между ними это ваш шерпингап то есть это тоже на хэнгап ну я уверен что есть путь изящный долг по лучше уж тогда вот я сколько пытался настраивать радиус нет если у вас есть какие навыки программирования лучше через модекс и молекулу это тогда уж дело что мы каждый раз задел планом к вам ходил там вы уже можете не париться с хэшем вы можете у себя где угодно как удобно хранить и просто выдавать шерпингап его если углубляться в нюансы вы можете задействовать event socket и хранить уиды звонков и обрезать их точности когда лимит на этот шлюз истечет потому что мой способ подразумевает что несколько звонков запущенных одно время переполнит немножко все таки так мы тут вроде должны были уже загрузиться 6 и регистрация не пришла вообще прекрасно так ты у нас так вот про 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 прохсину очевидно его не стоило таким указывать потому что вероятно в днс и днс ничего не Сделай, а если в качестве домена используют API-admins? Ну это домен по умолчанию, и он зарегистрирован. Нет, сам домен, ну, как на FreeSwitch. Мы по DNS имени, да, сам домен создаем? Дефолт из домена, но FreeSwitch как раз является его API-4. Давайте биндю поднимем на сервере. Я думаю, если мы уже не втейм, у нас осталось 13 минут. Делай домен в имени домена и enode local. А забей адрес, если сейчас. Так он есть у нас уже? Нет. Делай домен. Сделать его отдельного? Да. Скопируй enode local. Зачем его копировать? Я его просто... Он нам все равно уже не понадобится. А он будет конфликтовать с дефолтом, кстати. Нет. Будет. Почему нет-то? То есть... Плохо. Кстати, я вот не в курсе подтягиваются ли новые домены. Через e-mail. Вообще должны? Он уже перейден на re-load. Ну, допустим, для acl есть отдельная команда. Re-load acl. Да. Он ее перефигачивает и проверяет. А re-load acl он также пересчитывает и пересоздает. Кроме acl. Кроме acl отдельно. Поэтому я иду. Обновление ПО. Прекрасно. Так. Давайте пока все это происходит, я расскажу то, что я думал... То, на что я думал, у меня еще куча времени останется, а как-то долго. Значит, мой любимый modux.ml. Я кратко уже рассказывал. что альтеф registry позволяет по HTTPS сходить к веб-серверу и получить конфиг SOFI. То есть там профиль grip. И, по-моему. Ну и главное DEALPLAN и директория. Допустим, вам нужно подтянуть ваших пользователей из LDAP Microsoft Active Directory, например. и у вас такая же аллергия на радиус как у меня вы можете написать простенькую обвязку под любой язык по моему есть библиотеки для работы солдат достаточно простые вы можете написать обвязку и забирать этих пользователей по http и транслировать переменные залдат так как вам удобно для присвича вот вас никто не ограничивает в этом плане то же самое сделал плана вам не нужно делать кучу курл запросов там прямо из для плана к разным опишкам и все это можете сделать в бэкграунде на баке очень удобная штука так мод луа это она один из ближайших аналогов аги по сути просто используется в двух вариантов вы можете передать ему управление полностью то есть вызвав его через ну а вы можете повесить хук на и лентовую систему фрисвича да бегался вроде нет да на зарегался этот шрифт конечно так ну попробуем куда-нибудь озвучиться так а мы все правильно потому что у меня там на и но калка у настроена но не пришло потому что домен у нас стоит теперь непонятно какой неопределенное поведение ну то есть у нас получается два домена идентичные я так и делаю а выше мы туда не попали я звонил на тысячу один так 207 это у нас стилизм вот дефолтный домен нам все портите полагаю у нас получилось два домена с одинаковым именем ну как ну как нет то вот у нас домой domain name и я создал такой же вместо и not local зачем по вашему предложению и сразу сказал это будет проблемой мы можем сделать можно сделать так чтобы хоть раз дозвониться так вот вот ну а можно вешать на события внутри фрисвича которым по сокета отдает можно вызывать как скрипт и можно кстати использовать синтаксис ну а прямо внутри идеал плана и переменный результат вывода строки уловской кислаев так еще разок и нет а ты вообще за у нас тут номер 1000 отлично я не туда звоню звонок у нас был на 1000 также групповой звонок показать ну в группе один человек поэтому получится довольно куца по сравнению со стилистом как именно квея которые с всякими там регистрациями в них есть мод фифа насколько насколько он не был вот честно не работал вниз не смотри фифа не со вторым которого название не помню ну не менее гибок я подозреваю да ну я не работаю с он поймутами основном поэтому я еще у фрисвича есть фьюжн пбкс это веб интерфейс поддерживающий мульти доменности в принципе практически всех фишки фрисвича работает он поверх мод луа как раз то есть он не как фри пбкс генерирует конфиге который считывается точка входа является скрипт который все данные берет из базы который ведет фьюжн пбкс но по отзывам людей сообщества телеграме сам по себе по логике настройки он гораздо ближе фрисвичу чем фри пбкс костериску фри пбкс все-таки достаточно сильно отличается по логике а фьюжн говорят ближе ну и чем он отличается фрисвич ну да много чем название разделов с настройкой маршрутизации там я не знаю приема звонков трамков я и с фьюжном на самом деле я с фри пбксом работал с фьюжном нет поэтому сравнивать их между собой не могу все если в астере есть секун кашинство бэкс создают такие же сенсор блюдами своими но полочка которая как бы вот не видит по самому что там бы она создает своей который генерит она и кастомные кусты и которые ты можешь также через пиво и все нас осталось меньше пяти минут по итогу я успел рассказать вам в принципе обо всем к чему успел подготовиться в принципе обо всех важных базовых вещах я рассказал на мой взгляд достаточно чтобы настроить ну как минимум офисную от с простую без очередей с регистрацией но с групповыми звонками там с небольшой помощью документации с перехватом этих звонков там вот надеюсь вам понравилось не пожалели что пришли на мой мастер-класс у вас осталось немножко времени позадавать мне еще вопросов по поводу по поводу резиновости по поводу чего по поводу по поводу по поводу по поводу по поводу по поводу передачи оборот по поводу Он на моем любимом стеке Mod.xml.curl Mod.xml.cdr Он CDR отдает постам или гетам Куда вы скажете Тоже очень удобная штука И бэкэндом нода идет И достаточно Ну короче, там хец на русский сервак Железный Не очень навороченный, без SSD И жалоб на качество звонков как таковых нет То есть Присосы он Ну медиа через него идет Там сидят Индусы Они смотрят рекламу А потом получают право позвонить секунд на 40 Да, такой сервис С монетизацией рекламы И бесплатный вроде как ЗЛК Ну Популярность пользуется, мне за его поддержку платят Значит схема работает Ну Люди его делают русскогребные Говорящие, но они не из России Ну вообще сервис для индусов Для России, кстати, сейчас Моя основная контора Запускает несколько сервисов Они сейчас у нас в бета-версии На такой же схеме монетизации Но со своим бэкендом Вообще структура такая же Но бэкенд пишет другой человек Кстати на PHP Вот Там мультидоменность, кстати, используется Потому что Кодовая база Кодовая база Кластеризация? Нет, кластеризация нет Мы сочли их на том, что проще Абонент приходит То есть он смотрит рекламу В вебе регистрируется Ну проходит администрацию Ему сип-учетка приходит каждый раз новая Потому что ее все равно отдает наш бэкенд Каждый раз фрисвичу Вот Поэтому можно каждый раз новую генерировать Мы не настраивали еще переброс Пластеризовать Мы еще не пластеризовали Для балансировки нагрузки Мы будем использовать бэкенд наш А переброс пользователя Этим мы займемся Когда сервис уже начнет работать Он не так, чтобы часто моргает вообще-то А вообще в этом необходимости Ну рано или поздно У вас может моргнуть любой софт Не зря все программы Так иначе утилиты обновляются Потому что банальная утечка памяти Потому что утекать может не только Фрисвич, допустим А какая-нибудь утилита Которую вы поставили на этом сервере Она тоже сожрет всю память И у вас рухнет вообще все Поэтому В принципе да, конечно Переброс пользователей Медиапотоков Активных разговоров Настроить стоит Если у вас есть на это ресурсы И знание А еще и память Она основная Не, ну просто Первое, что мне пришло в голову Из-за чего может упасть Что угодно Так Активных бэкд Активных бэкд Все примерно одинаково Жрет Потому что Если у вас есть транскодинг Оно в любом случае Будет жрать пробз Если у вас нет транскодинга То оно будет жрать В первую очередь сеть Если у вас есть запись То вы можете упереться в дисковую подсистему. Оперативка и просто, если недостаточно, то в них обычно не выбираются. Да, я про установку забыл рассказать. Официально BDAM 9.10 поддерживается. Есть неофициальные репозитории практически под любую ось. Один из участников сообщества, кажется, член команды фрисвича, Алекс Себякин, с Telegram сообщества. У него есть по Цинтос, Федору, там, короче, куча под РПМ. Есть OK Repo, но они неизвестно чьи, вроде жалко у них не было, но я не рекомендую использовать. Есть Docker. Так, есть Docker. Официальный Docker, Safari, Safari, Slash, Присвич. У нас, конечно, следующий спикер, наверное... А, хорошо, я не так осмотрюсь. Можете продолжать. Docker есть? Я, кстати, собираюсь делать инсталляцию на Docker в Prod. Раньше в Prod я не пихал, в FreeSwitch в Docker. Вот, посмотрю, как бы еще вывести. Еще вопрос второй. По поводу отчетности, допустим, мы запилили АТС через ДиАР, и все. Как-то еще можно... Какая отчетность? Ну, по... Статистика, статистика. Вы? В CDR, в смысле? Ну, только и все. Больше не так. У него куча модов на CDR. CDR-CSV, CDR-ODB... как он там? ODBC. Там тоже такой же принцип, да, у вас данные? Ну, точно. Там такой же принцип, как в астеристке. То есть, есть мод, который файлики складывает, есть, который в базы кладет. Для некоторых баз есть отдельный, есть ODBC, есть мод ODBC, есть мод XAML CDR и мод JSON CDR, которые просто кедом или постом кидают вам куда надо. Ну, XAML FreeSwitch у роднее, он, по-моему, поддерживается лучше, но JSON-чик тоже работает нормально. Но есть у меня подозрение, что там внутри из XAML как раз просто в JSON оно конвертится и отдается. Да. Кому с чем настраиваемо, то есть, для плеч можно для каждого свою запись делать. Ну, нет вот этого, там, сел, там, пришел звонок, потом в очередь, там, т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Ну, вот, к сожалению, я не работаю с очередями и... Не, 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 в целом CDR это одна запись, один звонок или расписано, как это? Одна запись, один звонок. Одна запись, один звонок. Есть event socket, вы можете написать все, что угодно. Он рассказывает вам вообще все, что в нем происходит по event socket. Как AMI. Это, в принципе, его прямой аналог. Или почему AMI звонок? Али не пользовался Али пользовался